Снежана и Елена И мы продолжаем нашу беседу Как экономить деньги Продолжим И призываем вас к участию Мы ждем ваших отзывов Ваших звонков Ваших советов Мы с удовольствием с вами пообщаемся Поэтому у нас будет не просто передача А именно разговор У нас будет интерактив У нас будут звонки Мы ждем от вас звонков Напоминаем еще раз номер нашего телефона Это 971 319 11 30 Пожалуйста, звоните нам в студию И участвуйте в нашем разговоре На такую важную тему Как сэкономить деньги И как сделать так, чтобы все-таки Источник благосостояния Он открылся в вашей семье В вашей жизни И вы могли ни в чем не нуждаться Итак, я напоминаю, что мы продолжаем беседу Которую мы начали в прошлый раз Начнем О чем мы сегодня поговорим? Ну, также мы будем давать советы Как ходить в магазины Как приготовлять пищу Чтобы осталось еще денег в карманах Ну и так далее Вы все услышите, дорогие Еще раз призываю вас К участию в нашем разговоре Хорошо, пожалуйста, звоните Итак, начнем Ну, как говорится, Лена Лучший способ экономии Это более тщательный разбор своих желаний Вот, например, когда вы идете в магазин Просто идете в магазин Или просто прогуляться вы идете Когда вы идете просто прогуляться Оставляйте свой кошелек Дома или в офисе Таким образом Вы избежите искушения купить кофе В какой-нибудь забегаловке, например Потому что есть такая истина Истрачивая деньги на ненужное Ты мало будешь иметь их на необходимое А я всем советую Вот, когда, например, идете И покупаете кофе, пирожки Все это покупать на кредитную карточку Не в плохом смысле А в хорошем В том, что вы можете потом посмотреть Куда уходят деньги И убедиться И убедиться Каждый месяц В конце месяца можно посчитать Это очень наглядно Увидите, сколько потратили на пирожки Я думаю, что это очень Пропадет аппетит И, может быть, вы даже придете В более лучшую физическую форму Может быть И останется денежки у вас На что-то более полезное Вот Что касается Карточек на скидки Вот мы в прошлой передаче Затронули эту тему Да, мы разговаривали О том, что в разных магазинах Существуют свои скидки Вам дают карточки Так вот, подписывайтесь На всевозможные карточки Которые предоставляют вам Вознаграждение за покупки Они называются reward cards Имея такие карточки Вы сохраняете деньги на покупках многих вещей Шампуни, туалетная бумага Перечень огромный Если магазины вам шлют много сообщений По электронной почте Немедленно откажитесь от подписки Чтобы упростить задачу Воспользуйтесь компьютерным предложением App называется он Например, keyring или cardstar В общем, это создаст вам Очень большие удобства Потому что у вас все будет в телефоне Все карточки Вам не нужно будет В общем, эта система Поможет вам объединить карточки И также сделать руки свободными То есть всего лишь одним нажатием Тачскрина на вашем телефоне Вы сможете не носить сумку Набитую карточками И так далее Кошелек не нужно будет доставать Да, и кошелек не надо доставать Да, и более того Вы будете накапливать начисления Это points называется на клубную карту Которые позволят вам потом получить Какое-нибудь вознаграждение Подарок или деньги Привилегии или сервис Я хотела бы привести пример Фредмайер, например Я всегда, когда покупаю Я использую Фредмайер карты И потом в конце месяца Они мне дают скидку на бензин То есть когда я покупаю бензин Я могу 10 центов По-моему, 30 центов Самое максимальное, что можно получить Скидку за один галлон Иногда дают деньги А иногда дают гифт-карты Да, можно также эти деньги потратить На продукты Так что, если кто-то вас спросит По-английски What's the point? Вы скажете Point is the point Поэтому Point is the money Это хорошее высказывание Да Продолжим, как экономить деньги Ищите купоны Ищите купоны в интернете Потому что это проще Это сохранит ваши деньги и время На вырезание купонов Из газет и журналов Воспользуйтесь услугами Таких сайтов, как The Crazy Coupon Lady Обязательно Lady У меня уже ассоциация Crazy Coupon Lady Такая перед глазами стоит Потому что женщины Самоэкономные Правильно? Да, правильно Совершенно верно Вот это good point Point is the money Да Или coupons.com Однако осторожно Избегайте использовать купоны Только потому, что они у вас есть Для какого-то товара Да, он может быть на 50 центов дешевле Этот товар Но вы тратите больше В долгосрочной перспективе Если товар вам не нужен Или вы его на самом деле не хотите Но я думаю, что еще купоны Дает нам идею о том, что купить Что не купить Иногда нам это и не надо Но так как большая скидка Мы можем приобрести большое количество Того, чего нам не надо Поэтому это тоже не экономия денег Еще хотел бы привести пример Уже есть звонок Давайте попробуем ответить Нашему радиослушателю Одну секундочку Говорите вы в эфире Доброе утро Доброе утро Доброе утро Это Екатерина Да, и хочу сказать вам Что Фридмайер дает на газ Скидку Даже доллар Если вы потратили тысячу Там очень удобно покупать Ювелирные изделия А потом, когда вы едете в путешествие Вы можете на бензин Очень хорошо экономить Но до 30 галлонов Вы можете зарить По одному доллару скидка Не больше За один раз Но это достаточно большая скидка На РВИ Это очень хорошая скидка Мы в этом году Ездили путешествовать В Йеллоустон На РВИ И мы очень хорошо экономили деньги На протяжении нашего путешествия Это одно И еще мой такой совет Если вы идете Делать покупки То не обязательно Только Когда вы едете Продукты покупать Пишите список Но и тогда Когда вы идете Там Месси Фридмайер Куда там еще Покупать Одежду Или что вы Хорошо подумаете Что вам надо Напишите списочек И идите покупать Только то Что вам нужно Если вы идете так Поискать что-то То вы купите Много всего Потратите много денег И Это будет чувствоваться Что вы Много денег Сестратили Да Обязательно Всегда нужно Написать совет Хороший совет Спасибо Екатерина Спасибо большое Екатерина За то что вы За ваше постоянство И участие в нашей программе И за то что вы делитесь Своим опытом Я так понимаю Очень богатым И полезными советами с нами И поощряем других Радиослушателей Также звонить И участвовать Потому что Как сказала Снежана У нас Диалог У нас беседа У нас интерактив На передаче Источник благосостояния Также ждите Скидок и распродаж Они обычно бывают В конце сезона Или на празднике С одной стороны Это хороший способ Сэкономить Некоторую сумму денег Но с другой стороны Есть люди Которые готовы Купить все что угодно Если на этот товар Есть скидка Чтобы не тратить деньги На ненужные вещи Просто выйдите Из магазина Для распродажа Немного отвлекитесь И ответьте себе честно Нужна ли вам эта вещь сейчас И купили ли вы И вы ее Если бы не увидели Это магическое слово Распродажа Чтобы не произошло Казуса В виде пустого кошелька Необходимо Заблаговеременно Составить список Вот как наша Екатерина Отметила Именно тех вещей Которые вам необходимы В гардеробе Или в доме Этот список Должен быть всегда с вами И в случае Если вы попадете На очередную распродажу Ориентируйтесь Только на тот список Который вы составили В результате Вы уйдете с этими вещами Которые вам действительно нужны Сэкономив неплохую сумму денег Как говорится Экономия в случае распродаж Экономична только в случае Приобретения товара Который вам необходим Правильно Сейчас у нас приближаются праздники Большие праздники Период самых больших затрат Самый большой праздник Где мы больше всего и тратим Подарки 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 Состоянные распродажи Ты ходишь на эти сумасшедшие распродажи Которые начинаются в 2-3 часа ночи Я нет Я тоже ни разу не была Я потом, с сожалению, смотрю телевизор Вижу, как люди толкаются Мне скучно Переходят друг друга Это, конечно, ужасно И потом я понимаю, что в течение года Действительно можно найти другие распродажи И не попасть в этот сумасшедший Сумасшедшую давку Да И ажиотаж И скидки в течение года Намного лучше, чем именно в тот день Да Просто так принято Это принято радио Готовь сани летом, как говорится Это развлечение Совершенно верно Люди находят в этом развлечение Они кемпин и строят Они ждут даже этого шопинга Но это еще менталитет американский А мы должны сориентироваться на нашу психологию На нашу русскую То, что мы бережливые То, что мы умело Относимся к бережливости То, что мы понимаем Мы все время тратили наличные Мы никогда не пользовались карточкой Это хорошее, кстати, качество Хорошее качество, которое нас воспитали Американцы избалованы Воспитали нас хорошо Хорошо? И еще я хотел бы сказать Когда, вот, Снежана, вы говорили о том Что составьте список необходимых вещей Или нужных вещей И постарайтесь купить их на распродажах Или еще каким-то образом Но также у многих, наверное, этот список Может быть такой огромный Что и никаких распродаж не хватит Потому что ты хочешь себя ограничить Думаю, я ограничу себя списком Но список получается такой большой Я думаю, может быть, все-таки Делать еще какую-то приоритетность В этом списке И выбирать какое-то только небольшое количество И этот список все-таки Также разбирать по приоритетности Классно Да, это важно Мы на детали еще не разбили этот вопрос Мы говорили про бюджет Начнем с бюджета Что входит в наш бюджет Приоритеты в бюджете, да Список может быть большой Но если бюджет этого не позволяет То тогда мы переносим это на другой год Для этого существует еще техника Специальная Вот одна из... Много подходов к этому есть Ну вот один из них Это введите свой обиход Правило 30 дней Что это значит? Это умение контролировать Внезапные порывы Порадовать себя какой-либо покупкой Вот Она является такая привычка Этот порыв является одним Из самых главных правил Финансирования бюджета Вернее, контроль над порывом Является одним из самых правил Финансирования бюджета Когда у вас Вас такой порыв постигнет Как раз время использовать Правило 30 дней Часто, когда вы решили Купить что-то просто Из капризы Или дикого желания Необходимо подождать Эти 30 дней Месяц Очень часто Через месяц Желание проходит Так как вы начинаете Более трезво рассматривать Целесообразность Такой растраты Своих кровных денежек Более того Может оказаться Что товар будет стоить Дешевле к тому времени Помните про скидки? Ну да Я согласна Еще нужно Когда идете покупать Смотрите Как можно вернуть Этот товар Например Есть магазины Где можно вернуть В течение 30 дней Некоторых даже В течение 90 дней А в некоторых Там даже Неограничено Да Поэтому Если такой у вас Порыв возникнет Нужно быть уверенным Что можно Это потом вернуть Обязательно Надо посмотреть Какое у них Называется Это Return policy Поэтому друзья Коротко о погоде В ноябре И в декабре У нас ожидается Сильные порывы Неограниченных желаний Купить что-нибудь И большое количество Осадков Выпадаемых В виде денег Из ваших кошельков Поэтому Прогноз Именно такой У нас На ближайшие месяцы Поэтому Внимательно Слушайте нашу передачу Источник благосостояния И даже записывайте Наверное Все эти полезные советы Которые нам дают Снежана и Елена Прямо в прямом эфире Сейчас И звоните Не забывайте Телефон Прямого эфира 971-319-1130 На Slavik Family AM Да Приглашаем к разговору Также Никогда не делайте покупок Если вы чем-то расстроены Вы наверное сами знаете Много случаев Когда ваши знакомые Или даже вы Приобретали вещи Только для того Чтобы снять стресс Но для того Чтобы почувствовать себя лучше Пойдите лучше В спортзал Почитайте Посмотрите кино Или просто поспите Ведь в итоге Трата денег На ненужную вещь Может принести вам Больше неприятных ощущений Впоследствии Помните Можно смотреть на деньги Сверху вниз Но нельзя упускать их Из виду Да, Лена? Да Согласна Я согласна с тобой полностью Дальше Следующий совет Покупайте непатентованные Это называется Generic товары Практически никакой разницы Но гораздо дешевле Особенно умно Покупать непатентованные Лекарства и продукты Так как их производство И качество Регулируется управлением По санитарному надзору За качеством пищевых продуктов И медикаментов Называется FDA И Минсельхозом С США USDA Я могу сказать то, что Например, на лекарства Такая большая разница Те, которые патентовны И те, которые нет Я думаю, что многие Наши радиослушатели Сами знают И каждый раз, когда они Идут покупать Свои лекарства Видят Может быть Стоит оно 120 долларов А может Стоит 5 долларов Потрясающе Огромная разница Огромная разница Просто Если еще это Один и тот же эффект От этого лекарства То это просто Умопомрачительная разница И очень многие люди ждут Когда патент Истякнет срок Они там Дают его На определенное количество лет И тогда То же самое лекарство Становится Намного дешевле Ну, можно и не дождаться Пока Пока он истечет Если нужно срочно То Да Я понимаю Также Покупайте некоторые товары Опытом Мы затронули эту тему В прошлой передаче Мы говорили Про Коско В частности Про продукты питания Если вы покупаете Продукты питания Ориентируетесь на Состав семьи И срок годности продукта Сколько вам нужно Ну, а вот Что касается Таких продуктов Как Или товаров Как мыло Как зубная паста Туалетная бумага И так далее Которая не портится То вы экономите деньги Покупая оптом Вы экономите деньги За цену на единицу Это ощутимая разница Если вы покупаете Оптом Там, допустим Ну, маленький Вот пример Недавний Я купила жвачку В магазине Она стоила Доллар тридцать В Коско Я купила пачку А мне обошлось Сорок девять центов За эту же пачку Это большая разница Да В три раза В три раза И, конечно Когда вы говорили Об этих продуктах Как мыло Мне все-таки Как мило Все-таки Мы сидим здесь И беседуем И все-таки Приглашаем наших служителей Присоединяться И звонить нам По телефону 971-319-1130 Друзья Мы здесь ради вас Поэтому, пожалуйста Звоните и участвуйте Если вы сейчас увидели Какую-то скидку Или распродажу Пожалуйста Поделитесь Поделитесь Мы хотели бы услышать И многие хотели бы услышать Кто нас слышит Может быть кто-то Обязательно Потому что мы не можем Пойти в каждый магазин На интернете тоже сидеть Целый день Не очень интересно Поэтому, да Я думаю Дайте нам совет Дайте нам совет, пожалуйста И, видите И Снежана, и Лена Вот предлагают вам это сделать И, я думаю Вопрос женской солидарности Особенно в таких вопросах Как покупки Скидки Или распродажи Должен просто зашкаливать Поэтому Но мы только начинаем Сегодня только вторая передача Поэтому, я думаю Разгон уже неплохой И, я думаю Шквал звонков Будет нас просто заваливать Нарастать будет Да, нарастать С каждым разом Все больше и больше Снежана А что ты думаешь О том, как покупать Например, использованные товары Бывшие в употреблении Как ты думаешь? Это очень хорошо Смотря что, да? Смотря что, конечно Но использованную еду не надо Да А вот, например, одежду Даже рекомендую Да Потому что иногда Это бывает Очень хорошего качества И с большой скидкой Также, например, для дома И для дома Да, мебель Много Все, что можете представить А у нас, видите Как хорошо Появился звоночек И сейчас мы С удовольствием Отвечаем Нашу радиослушателю Алло Алло Говорите, вы в прямом эфире Мы слушаем вас Доброе утро Доброе утро Представьтесь, пожалуйста Николай, я очень удобно покупать на интернете Если заходишь на веб-сайт Амазон Амазон, да? Я пользуюсь часто Амазон Намного дешевле, чем даже на ebay Согласна А вы слышали, что Амазон сейчас акцию у них проводит То, что вы платите за один год Определенную сумму, по-моему, 99 долларов И в течение года вы будете получать Ваш бесплатный шиппинг у них Да, бесплатная доставка, бесплатный шипп Да, доставка бесплатная Говно бесплатное Доставка в течение двух дней Там еще есть Если вы покупаете прайм-товары Вам дают бесплатно смотреть кино Да то что? Вот этого я не видела Оно мне не нужно Ну, допустим, кто-то Кого это интересует? Может быть, кто-то из членов семьи И любит смотреть кино Поэтому, может быть, не нужны Хорошие фильмы Но кому-то пригодится Отлично Николай, спасибо огромное за звонок Спасибо огромное за очень дельный совет Действительно, если на eBay дешевле А на Amazon дешевле еще в два раза То, я думаю, имеет огромный смысл Этим воспользоваться Спасибо большое Также продолжайте нам, пожалуйста, звонить Дорогие друзья И также давать нам хорошие советы Ну, а мы продолжаем В программе Источник благосостояния Еще хотел бы упомянуть Насчет различных магазинов Которые имеются веб-странички на интернете И у них очень часто бывают распродажи И для того, чтобы использовать распродажи Они дают вам код определенный И каждая распродажа соответствует определенному коду И вот, когда у вас там большой квадратик дается Написано, видите, код вашей распродажи Вот, вы вводите код И вам сразу цена на это Я не знаю, мебель или что вы покупаете Меняется Но так как кодов у них очень много Поэтому я вам советую вводить их по очереди Вот так, что у меня недавно я это делала И цена у меня очень менялась сильно Сначала она была больше, потом меньше Я ввела 3 или 4 кода И в конце концов я получила желаемую цену Поэтому советую сделать Не забывайте Интернет это очень полезно Не забывайте про коды Да Интернет наш помощник Сейчас мы будем говорить про еду и напитки Потому что почти половина семейного бюджета Среднестатистической семьи Остается в супермаркетах На рынках или в продуктовых магазинах Рядом с домом Как выйти из супермаркета с деньгами в кошельке? Как научиться экономить на продуктах Не отказывая себе в полноценном здоровом питании? Казалось бы, это невозможно Но все-таки есть несколько способов экономии на еде Благодаря которой можно сэкономить до 30% семейного бюджета в месяц Это очень будет интересно нам услышать от хозяюшек наших Может быть от хозяев Мужчины тоже умеют готовить Да, у нас только передача на Славик Фэмили Сейчас вот только передача с Эдиком Анищенко Осторожно, мужчина на кухне Которые, думаю, слушатели этой передачи Также должны подключаться к передаче Источник благосостояния Чтобы мудро покупать продукты Когда они будут пробовать свои кулинарные первые шаги на кухне Как мы уже говорили Не ходите за покупками голодными А то купите в два раза больше Это про меня, точно Это про меня Вот вам совет прежде всего И не берите с собой кредитную карточку Желательно, если вы будете расплачиваться Исключительно наличными Так как вы будете знать, сколько денег потратили Ну, хотя многие еще и пользуются карточками Которые им дают государство, да? Но все равно Иногда лишнее приходится покупать Не используйте полуфабрикаты И научитесь готовить их самостоятельно Тогда вы будете равнодушно проходить Мимо полок полуфабрикатов Колбасы и магазины выпечки Кроме того Ваши домашние блюда Не будут содержать консерванты Красители И другие неорганические добавки И химикаты Вот есть какие-нибудь комментарии, Лена У тебя по этому вопросу? Да, лучше всего, чтобы избежать Просто идите в магазин Не берите ни деньги, ни кредитные карточки Тогда вы точно ничего не купите Ничего не купите Как пришли, так уж Пейте много воды Пейте много воды Самый лучший совет Магазин будет у вас как музей Вы пришли, посмотрели и ушли Вот, чтобы готовить Лучше использовать мультиварку Она называется Кракпад Это одно из лучших вложений Между прочим Мы просим сейчас Производителей фирмы Этой мультиварки Прислушаться к тому Что происходит в эфире И размещать свою рекламу И также, может быть, стать меценатом Нашей радиостанции И нашей программы в частности В общем, они используют Очень мало электроэнергии Что означает, что приготовление одного блюда Снизит счет за электричество на 1 доллар Одно блюдо, 1 доллар Это довольно-таки значительно Мультиварка способна превратить Даже очень недорогие продукты Например, мясо В очень вкусное блюдо Это факт У меня получалось Ты пользуешься Ну, хорошее мясо Хорошо приготовлено Особенно полезно Когда оно не просто зажарено А действительно хорошо Может быть, как на пару Или можно в мультиварке сделать на пару мясо Нет, оно готовит целый день Оно готовит целый день Ты закинул туда все продукты И к концу дня готовы Целый день ничего не ешь, экономишь А, ну, вы меня успокоили А то оно готовит целый день И ты ешь целый день Оно готовит, не прекращая Нет, можно на ночь поставить А утром у тебя уже Как горшочек наварил Горшочек варит То есть это новый бренд Сразу запатентуем его Поставил к утру у тебя на целый день Отлично, отлично Там можно потом разложить по Большое количество еды получается По пакетикам По коробочкам Самый экономный горшочек Это вот который покупаешь От хорошего производителя И не нужно продукты туда даже закидывать Просто включаешь его в сеть И с утра уже задаешь То, что ты хочешь А как он называется? А потом не вари, не вари, не вари Горшочек вари, по-моему Самое подходящее название для него В общем, вовлеките семью в приготовление полуфабрикатов Пельмени Можно не только свою Вовлечь всех Семьи всех знакомых Соседей Нет, они съедят Все это может быть заморожено на длительный срок И при необходимости вы сможете быстро приготовить ужин Очень продуктивно готовить впрок По телевизионным сериалам или шоу Джейми Оливер Это вообще потрясающее кулинарное шоу У него куча просто потрясающих программ Я советую все-таки Допустим, тем, кто увлекается Смотреть также передачи Джейми Оливера Ну и есть много других передач Может быть, если вы затронули передачи Может быть, скажете, какая ваша любимая передача? Я не смотрю телевизионные Вы не смотрите Передачи не смотрю Кулинарные передачи Кулинарные передачи Мне нравится Iron Chef America Вот, видите, все-таки, да Хорошая передача С Гордоном Рамзи тоже Да, очень хорошая Чоп Есть, я просто забыла Давно не смотрела Составляйте меню на неделю Тогда вы точно будете знать, что у вас сегодня на ужин А завтра на завтрак Если вам интересно это, конечно Что у вас сегодня на сегодня, и завтра на завтрак Вы можете рационально использовать продукты Используя их для приготовления блюд в разные дни Покупайте продукты реже и согласно составленному меню Таким образом продукты будут использоваться полностью Не будут оставаться и портиться Экономия на продуктах будет существенной Кроме того, вы сэкономите время Так как не придется бегать несколько раз в магазин Опять же, ходите за продуктами со списком А не голодными Тогда очень пригодится ваше меню составленное на неделю Потому что если вы будете очень голодные, вы просто съедите свой список И не будете знать, что покупать, правильно? Купите все подряд Не отступайте от списка А возникшие желания записывайте в меню на следующую неделю Вот, как избежать И не просто меню составляйте, мне кажется А еще должны быть определенные технологические карты Потому что нужно знать, сколько продуктов для каждого блюда необходимо Не только название этих блюд Но также приблизительно очень такая, скажем, сбалансированная технологическая карта каждого блюда Которая указывает, сколько продуктов нужно приготовить И тогда вы знаете количество продуктов, которые вам необходимо купить И еще совет, когда вы идете в магазин Покупайте то, что в сезоне Овощи и фрукты, они намного дешевле Допустим, вы пошли за помидорами А в этом сезоне хорошая норковая шубка Вы взяли и купили Мы к этому еще вернемся Хорошо А теперь, конечно же, не забывайте с собой дисконтную карту брать в магазин Чтобы экономить на продуктах Или телефон, если вы туда уже ввели свои дисконтные карты Ну а если вы неравнодушны к природе То берите с собой в магазин тканевую сумку, эко-сумку Она не рвется, растягивается И создана из натуральных материалов Которые по истечению срока службы сумки Могут быть поглощены природой Еще в некоторых магазинах вам дают деньги за то, что вы принесли свою сумку Например, 10 центов Друзья, ну а сейчас мы делаем небольшой перерыв в нашей программе Елена Нюборд уже покидает нас Ей нужно идти и заниматься экономией И заниматься источником благосостояния Мы сейчас коротко прервемся на рекламу После чего выйдем с вами вновь Передачу источник благосостояния И продолжим ее вместе со Снежанной Кисаром и мной Сергеем Павлом Оставайтесь с нами, друзья Друзья, ну а мы продолжаем И с вами передача источник благосостояния Вместе со Снежанной Кисаром Со Снежанной Кисар и с вами я, Сергей Павлов В студии Славик Family на волне 11.30 AM Приглашаем вас к нашему разговору Продолжаем тему Как экономить деньги Когда вы идете в магазин И находите свой товар, который вам нужен Выбирайте товар с нижних полок супермаркетов И с дальних углов стеллажей Первый товар, на который вы посмотрите Может оказаться, что он будет дешевле Может такое быть Ну а за ним, если вы снимете первый товар Вы увидите, что если вы обратите внимание На срок годности, он будет свежее, как правило У меня это не раз срабатывало Например, я покупала кофе в магазине Я всегда отодвигаю первую паночку или пакетик И смотрю на срок годности И второй получается на месяц даже свежее У меня такое было много раз В супермаркетах Потому что в супермаркетах заинтересовано Чтобы вы купили более дорогой товар Его размещают на уровне глаз А чтобы покупатель взял товар Срок хранения, которого скоро закончится Его размещают в первом ряду на полках магазина Поэтому, друзья, берите скейтборд Ложитесь на него И катитесь и смотрите на все, что лежит внизу Там, знаете, самые хорошие, недорогие товары Или сзади Да, да Или где-нибудь не в первом самом Не первый ряд, а немножко там Уже к концу прилавочка тоже Потратьте немножко времени Поковыряйтесь В итоге будет дешевле и качественнее Вот опять же оптом Вернемся к опту Покупайте ходовые в вашей семье товары Длительного хранения у оптовых поставщиков Это, например, сахар, картофель и крупы Которые можно покупать большими мешками Так намного дешевле, как мы говорили Иногда вы можете скооперироваться в этом деле С родственниками, друзьями или соседями Просто хотелось бы отметить еще разочек Храните крупы и специи в герметичных упаковках в прохладном темном месте Иногда можно заморозить муку, сахар, зерна в морозилке на 2-4 недели Для того, чтобы увеличить срок годности этих продуктов до 2 лет То есть иногда можно вложиться даже в морозильню домашнюю Поставить ее, например, в гараже Очень многим хозяйкам помогает То есть купить морозилку достаточно вместительно В морозильную камеру большого размера И там все-таки наполнять ее потихонечку И потом будет гораздо дешевле и гораздо больший выбор продуктов Да, но я, например, до недавнего времени не думала, что можно замораживать муку Вот лично я Я лично первый раз об этом случаю Если это не наша передача, я не знал бы, что можно замораживать сахар, зерна и муку На долгие сроки На долгие сроки И еще достанется вашим праправнукам, я думаю Надеюсь, что нет Но, в общем, это хороший совет, который я недавно тоже обнаружила для себя Обращайте внимание на местного производителя Ведь его расходы на транспорт, сбыть и рекламу Существенно меньше, потому что местные продукты и дешевле Перевозка Допустим, вы, наверное, сравнивали Летите вы на Гавайи, там гораздо дороже продукты, потому что туда все поставляется Практически нет местных производителей Конечно, это плюс доставка, плюс логистика И вот я хотел бы подчеркнуть, что все-таки мы вам рекомендуем обратить внимание на местных производителей Ну а местным производителям я рекомендую обратить внимание на нас и на нашу передачу и на наше радио Это хорошая площадка, хорошая платформа, на которой ваш бизнес может выйти на совершенно другой уровень Вы можете охватить огромную русскоязычную аудиторию, которая слушает нас и в Ванкувере, и в Портленде, и в Селеме, и в Сиэтле Поэтому, друзья, слушайте нашу передачу и также можете размещать у нас рекламу Еще, чаще ходите на рынок В сезон на рынках продукты свежее А к вечеру они еще и дешевле Помните о сезонности овощей и фруктов В сезон они полезнее и дешевле Если у вас хорошая морозильная камера, опять же вернемся к ней То освоите искусство замораживания продуктов, особенно ягод и зелени Это поможет экономить деньги на продуктах зимой Наличку можно замораживать, чтобы не тратить сильно? Можно, с ней ничего не случилось Положите ваши пачки долларов в морозилке, если слишком быстро они у вас и ходят Чтобы их на какое-то время сохранить Также делайте заготовки на зиму, очень полезно Например, варенье, консервированные овощи, наши хозяюшки знают, как это делать Заготовки для супов даже можно делать Какое ваше любимое варенье? Мое? Да Мое вишневое с косточками, но оно вишневое, которое сделано из кислой вишни А мое кизиловое, самое любимое варенье Кизиловое и айвовое Дорогие слушатели, предлагаем вам присоединиться к нашему разговору и поделиться вашими секретами Ваше любимое варенье Можете позвонить нам и сказать, и как его делать, коротко Это уже другая передача будет кулинарная Но просто советы экономии и советы, которые могут увеличить ваш источник благосостояния Или опыт Поделиться опытом мы сразу все принимаем Еще раз напомню, телефон 971-319-1130 Звоните нам, пожалуйста В общем, такие заколотовки не только позволяют сохранить семейный бюджет, но и восполнить недостаток витаминов вашего организма зимой Покупайте мясо и рыбу с умом То есть, если у рыбы нет ума, не покупайте ее, пожалуйста, и у мяса этого, чтобы обязательно покупайте рыбу с умом Да Но суть-то в другом, что целая курица стоит дешевле, чем по частям А из лап и крыльев можно приготовить хороший суп и полезно Из недорогой говядины также можно приготовить множество вкусных блюд При этом энергетическая ценность и содержание полезных веществ будет такой же, как у блюда из дорогой вырезки Да, это правда А вот про голову рыбы сейчас скажу Из головы красной рыбы получается вкусная уха Уха – это вообще потрясающее блюдо Я уверена, что есть такие любители ухи, которые могут поделиться, как ее еще и приготовить с экономией Или рыбный бульон для японских супов можно приготовить А у нас есть звоночек И сейчас, одну секундочку, мы хотим принять звонок и пообщаться с нашим дорогим радиослушателем Говорите, вы в прямом эфире Приветствую вас, Снежана и Сергей Очень интересная информация Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Меня зовут Надя Надежда, очень приятно Я хочу спросить у тебя, Сергей, а где ты берешь кизил, делаешь варенье? Или ты его готовым покупаешь? Или у тебя мечта? Это пока мечта, это варенье бабушки еще из Украины, которые собирали этот кизил еще где-то в Крыму Ну, конечно В Крыму Я думала, сейчас, я тоже люблю варенье с вишней Но тут вишня, какая вишня? Тут вишни нету? Такой с косточками, которые мы варили когда-то? Нет Хочется то, что здесь можно достать Ну да, некоторые вещи вы рассказываете очень интересные Про морозилку, про муку, про сахар Некоторые уже известны, конечно Да, конечно Но все равно будем ждать что-то еще интересного Слушаем, слушаем Слушайте, спасибо за то, что вы нас слушаете И звоните, и также предлагайте какие-то свои решения, свои советы Делитесь своим опытом И вот мы подняли тему, кстати, где взять в Портленде хороший кизил Так что, друзья, следующий звонок Если кто-то знает, у кого-то есть Или черную икру Запасы черной икры, кизила, вишни и айвы Можете звонить нам и дать совет Где это все можно раздобыть Спасибо большое, Надежда Спасибо за звонок Мы продолжаем дальше К вопросу о рыбе и мясе с умом Стоит добавить, что У нас еще есть один звоночек Отлично, мы принимаем Добрый день, говорите, вы в прямом эфире Ребята, я опять звоню Это Николай Николай, рады слышать вас Да, я вишню Так, вишню Алло Вишню готовую Алло Алло, мы слышим вас В эфире, да Вишню готовую Мне привезли Где-то в Вашингтоне Есть база Продают готовую вишню Перемешанную с сахаром Натуральную вишню Да Натуральная черная вишня Кислая вишня Не розовая Кислая вишня Нормальная В Вашингтоне Хорошо, Николай Спасибо большое Будем знать, что есть хорошая вишня И, может быть, в следующий раз, когда вы нам позвоните Вы даже скажете Где, может быть, поточнее Можно будет ее купить Спасибо большое Ну, а мы продолжаем Времени осталось не так уж и много Может быть, Снежана, вы поделитесь вкратце Кто присоединился в конце нашей программы Может быть, не слышал Какие-то советы, которые прозвучали в начале Коротко еще раз озвучить все советы Которые мы сегодня давали Чтобы тот, кто не успел записать Или, может быть, присоединился в самом конце Еще раз смог Так сказать Услышать все, о чем мы говорили Ну, мы говорили о том, что нужно Необходимо подписываться на Карточки дисконтные Пользоваться купонами Не ходить в магазин голодными Купить морозилку Если это возможно в вашей семье В итоге это сэкономит большие деньги Этот вклад Как готовить еду В крокпат Это мультиварка называется Которая использует меньше электроэнергии Выбирать товар нужно На нижних полках Либо сзади То есть не передние пакетики и баночки А которые стоят за ними Так вы сэкономите И еще и свежее продукт купите Может быть, вы говорили также совет покупать Может быть, какие-то использованные вещи уже Только, друзья, не покупайте зубные щетки И использованные также какие-то другие предметы гигиены Может, туалетную бумагу точно не берите Используемые, друзья Это шутка Еще какие-то советы у нас были? Ну, мы говорили про то, что замораживать продукты Это мы говорили покупать оптом Некоторые продукты, не все Вот Дальше мы пойдем Мы вернемся к еде Мы вернемся к еде Мы только что начали говорить о том, чтобы Вернее, уже почти закончили Я о субпродуктах говорю Говорят, что это даже дешевле И это дешевле И говорят, что это полезнее Врачи говорят, что Приготовление печени И других субпродуктов Из них можно приготовить множество блюд Вкусных, а также еще и более полезных Что еще касается органических продуктов Сейчас очень большая тенденция На органические продукты Люди думают, что это лучше Они почти всегда дороже Чем традиционно выращенные Но хорошая новость заключается в том, что некоторые фрукты и овощи Абсолютно безопасными в употреблении Бывают абсолютно безопасными в употреблении Не будучи органическими Есть список так называемых 15 чистых продуктов Неорганических сортов Которые наиболее безопасно употреблять в пищу К ним относятся такие продукты Как капуста, баклажан, лук, киви, манго, авокадо, горошек Напечатайте в гугле Гугл это наш тоже помощник Гугл это наш друг Напишите 15 clean food products 15 clean food products И вам даст список продуктов Которые лучше употреблять органическими А которыми не обязательно покупать дороже И они будут также безопасны Следующий совет Это берите с собой еду на работу Не покупайте кофе в автомате А заведите баночку натурального кофе в ящике стола Качество будет выше А экономия будет существенной Может быть у вас тоже есть советы по этому поводу Звоните Питайтесь по возможности дома Старайтесь не ходить в рестораны Как говорится Ничто так не улучшает вкуса домашних блюд Как изучение цен в ресторане Особенно если у вас большая семья Ну вы увидите Что через 2-3 месяца Такой экономии на продуктах Вы поймете Что ваша семья Начала питаться более разнообразно И вкусно Кроме того Вы почувствуете прилив сил Так как стали питаться здоровой пищей При этом расходы на еду Существенно уменьшились Перестаньте копить вещи Начинайте их продавать В Америке для этого создано очень много систем И также гараж сейл В общем известный факт Что в Америке можно продать все Когда вот я только приехала в Америку Меня поразил тот факт Что среднестатистический американец Купает на мой взгляд Совершенно ненужные старые безликие вещи Меня это просто поражало Ну в общем Я вас призываю Воспользоваться этим фактором И начинать продавать вещи Ненужные Или неиспользуемые вами Ну а я хочу сказать Что когда вы что-то хотите купить А у вас куча ненужных вещей Как говорил так сказать Кот Леопольд Или кот Матроскин Чтобы продать Чтобы купить Чтобы что-то ненужное Сначала продать что-то ненужное Поэтому друзья Если вы что-то накупили Множество ненужных вещей Избегайте этого в будущем А те вещи которые у вас уже есть Постарайтесь от них избавиться И выгодно продать Ну а время нашей передачи Уже подходит к концу И мы благодарим за всех тех Кто звонил нам сегодня И всех кто нас слушал И кто принимал всяческое участие Кто записывал наши советы Может быть думал о том Какие советы дать нам на следующий раз Мы напомним что мы начинали Вместе с Еленой Ньюпорт А сейчас мы здесь в студии находимся Со Снежаной Кисар и Сергеем Павловым В эфире была передача Источник благосостояния Спасибо огромное Снежана Я еще раз напоминаю Что я являюсь риэлтором В штатах Орегон и Вашингтон Практика большая Больше 10 лет С 2003 года Поэтому обращайтесь мне по телефону 503-341-8635 И еще раз 503-341-8635 По вопросам связанным с недвижимостью Пожалуйста Обращайтесь к Снежане Кисар По вопросам недвижимости И она всегда Поможет Вам совершить выгодную сделку Сэкономить средства И чтобы Ваш источник благосостояния Открылся еще больше и больше И принес стабильность и счастье Ваш дом и возрастал Друзья Ну а вы на Славик Фэмили Не переключайтесь пожалуйста Мы в эфире на волне 11.30 АМ